Музыка 209 метров над землей 52 этажа. За три года в Екатеринбурге вырос самый высокий северный небоскреб на планете. Удивительный вид, замечательный наш город Екатеринбург, как на ладони. Башня и сеть. Это первая высотка будущего делового центра Екатеринбург-Сити. Через несколько месяцев здесь появится 225 апартаментов премиум-класса. Первый бетон для башни залили в октябре 2011 года. Сегодня жилой комплекс находится уже на завершающей стадии строительства. До 40-го этажа выложены стены и установлена инженерная система. А также практически закончен фасад здания. Вся поверхность верхняя предусматривается в стекле. Нижняя вокруг всего здания предусматривается в границе. 27 тысяч квадратных метров здесь по фасаду предусмотрено по самой башне. Стекло? Да, стекло. В общей сложности 4000 стеклянных блоков на все здание. Что касается самого материала, специалисты выбирали уникальное покрытие. Стекло защищают от солнечной радиации и в то же время дает необходимый объем освещения. По такой же технологии выполнены на фасады небоскрюба в солнечном Дубае. Уральские строители большой акцент делают и на безопасность самой конструкции здания. Чтобы огромная 209-метровая конструкция не рухнула, строители продумали необычную систему. Ядро здания вот такой круговой монолитный каркас. Держать опору ему помогают 32 несущие колонны. Сам каркас здания возводили по уникальной для Екатеринбурга технологии. При строительстве башней сеть применялась система самоподъемной опалубки. Шаг за шагом механизм перемещался вместе со зданием. Аналогично происходил и подъем уникального крана. Каждый в пять этажей кран сам себя поднимал, закреплялся и двигался дальше. Железобетонный каркас самого высокого северного небоскреба на планете фактически возвели за два года. Масштабный проект инвестирует Уральская горно-металлургическая компания. Эксперты взяли на вооружение самые современные инженерные технологии, пользоваться которыми смогут все жители высотки. В каждом апартаменте предусмотрен свой индивидуальный тепловой пункт. Это позволит жителям самостоятельно регулировать подачу и температуру горячей воды. Регулировать температуру можно будет в каждой квартире. Хотите попрохладнее или потеплее, выбирайте сами. Это можно будет сделать даже со своего сотого телефона. Несмотря на искусственную вентиляцию, в башне будет работать уникальная система естественного микропроветривания помещения, которое сегодня обладает далеко не каждый небоскреб. Технологическая особенность нашего фасада – это форточка. Где бы на любом каком этаже ни находилась квартира, в ней есть две форточки, как минимум. Как только форточка открывается, в апартаменте автоматически выключается искусственная вентиляция. И наоборот. Пока строители прогладывают коммуникации, первые владельцы апартамента в башне сеть уже разрабатывают дизайны своего будущего дома. По задумке архитектора Вернера Зобика, воплощать свои идеи в жизнь удастся только в рамках трех стилей – модерн, классика и хай-тек. Все апартаменты сдаются с чистовой отделкой, с использованием материалов премиум-класса. Будут стоять все двери, будут соответственно все встроенные шкафы и кухонная мебель необходимая. То есть человек может практически сразу заехать и жить. Остаются маленькие нюансы, чтобы квартира стала индивидуальной. Это повесить дополнительные какие-то люстры, светильники, выбрать шторы или наклеить обои. В рамках проекта предусматриваются ходовые планировки с метражом от 80 до 295 квадратных метров, а также три пентхауса на верхних этажах площадью до 400 квадратных метров. Гостиная будущего собственника этой квартиры с высотой оконного переплета 9 метров, с картинкой города Екатеринбурга, комфорт, небо голубое. На первых пяти этажах башни и сеть запланированы помещения сферы обслуживания. Это фитнес-центр, ресторан, детский сад, несколько магазинов и даже бассейн. Особое место в проекте занимает придомовая территория. Прежде всего это прогулочная эспланада и более 300 парковочных мест. Через несколько месяцев здесь появится парковка для автомобилей. Причем четыре уровня сейчас строят под землей. А наверху на высоте 5 метров оборудуют придомовую территорию с прогулочной зоной и детской площадкой. Планируется, что проживание в апартаментах башни и сеть обеспечит владельцам идеальное сочетание преимущества жизни в центре мегаполиса с приватностью и тишиной. Оценить это все по достоинству уральцы смогут уже в следующем году. Именно тогда строители планируют сдать самый амбициозный проект столицы Урала. Ксения Чертова, Максат Новильников и Аркадий Сорокин. Новости. Екатеринбург.